Слово от общественной организации Левтфем предоставляется Наталье Рыбалко. Здравствуйте! Хотела сказать большое спасибо всем, кто пришел сегодня на эту площадь. Сегодня здесь я представляю в первую очередь штаб объединенной компании Петербург против повышения пенсионного возраста. Которая объединяет различные левые организации, независимые профсоюзы нашего города. И есть одна очень важная вещь, которую я хотела сказать в первую очередь. Ребята, давайте помните о том, что вся история общественного прогресса, это прежде всего история завоевания наших социальных прав. Давайте вспомним, 8-часовой рабочий день, доступная медицина, образование и, конечно же, пенсионное обеспечение. Право пожилых людей не работать, живя на пенсию. И давайте вспомнить, давайте помнить о том, что это право не давалось нам так легко. Уменьшая время, которое мы тратим на нашу работу, на наемный труд, мы тем самым уменьшаем прибыль наших боссов, наших работодателей. И, конечно же, они так просто не позволят нам это сделать. Они всегда будут против расширения наших социальных прав. И власти, которые поддерживают в первую очередь их, будут всячески им в этом помогать. Поэтому не стоит ждать милости от батюшки-царя. Не стоит ждать справедливости, честного отношения. Надо отвоевывать эти права и хотя бы давать для начала, поможем сохранить то, что уже имеется. Я напомню, пенсионный возраст, 55-60 лет, был введен в 30-е годы для рабочих и служащих, для всех категорий граждан в 60-е годы. С тех пор мы наблюдали огромный научно-технический прогресс, введение и усовершенствование технологий. Появились компьютерные технологии, интернет-технологии, нанотехнологии, которых нам все уже уже прожужали. Производительность труда выросла многократно. И после этого нам заявляют, что мы должны больше работать. Нет. Нам говорят, что повышать пенсионный возраст необходимо, потому что на пенсии нет деньги. Вы действительно думаете, что ребята там наверху заботятся о благосостоянии наших пенсионеров? Нет, они заботятся только о своих кошельках. Поэтому если мы сейчас позволим им повысить наш пенсионный возраст, следующим шагом они отменят пенсии вообще. Это к тому вопросу, который мне часто задают пенсионеры, когда я стою в одиночных пикетах. А зачем нам протестовать? Мы уже на пенсии, нас это не касается. Нет, ребята, мы все в одной лодке, мы все наемные работники, настоящие, бывшие, будущие. И мы должны друг друга поддерживать. Поэтому надо, чтобы остановить этот варварский законопроект, надо выходить на улицы и громко заявлять. от своими согласиями с ним, поддерживать протестную активность, выходить на все митинги и акции. И прежде всего я приглашаю вас присоединяться к нашей группе ВКонтакте «Петербург против повышения пенсионного возраста», записываться в волонтеры и выходить на митинг 16 сентября. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...